Вечерний выпуск новостей на пятом канале в студии Ирина Варсан. Здравствуйте! Далее о главных событиях этого дня. Депутаты от ПДС распространяют страшилки на тему, что произойдет, если во втором туре не победит Майя Санду. Какой апокалипсис обрушится на Молдову, если глава государства проиграет, рассказывают Раду Мариан и Анна Раку. Население одного села, уехавшего за границу, решило судьбу всех молдаван, оставшихся дома. Так представители диаспоры, которые давно не спешат на родину, решили, что будет лучше для тех, кто остался жить в Молдове. Что говорят соседи заброшенных домов, увидите в специальном репортаже. Полиция не смогла доказать, в пользу какого кандидата на президентских выборах был сделан предполагаемый подкуп избирателей. Между тем, активисты ПАС, которые публикуют ксенофобские сообщения, обошлись лишь символическим штрафом, а не уголовными делами, как того требует закон. Новые подорожания. По словам фермеров, цена на подсолнечное масло может вырасти в ближайшее время. Авантюра, у которой не было плана «Б», назвала авторитетное издание Financial Times, прошедшее в Молдове референдум о вступлении в ЕС. А британская служба новостей BBC в своем материале о президентских выборах и референдуме в Молдове призвала присмотреться к Александру Стоиногло, назвав его новым, очень серьезным игроком. Что еще написала западная пресса о молдавских выборах в нашем материале? Несмотря на формальную победу Майи Санду в первом туре президентских выборов и на референдуме, отзывы западной прессы о голосовании в Республике Молдова 20 октября вряд ли радуют действующего главу государства и правящую партию. И если некоторые европейские СМИ, такие, например, как Евроньюз, в своих репортажах выбрали нейтральную позицию, отметив, что сторонники евроинтеграции все-таки победили на референдуме в Молдове, то от целого ряда авторитетных изданий Майи Санду серьезно досталось. Так, британская служба новостей BBC сообщила, что заграница спасла Санду. Констатировав, что инициированный молдавским президентом референдум все-таки закончился победой сторонников сближения с Европой, BBC в то же время отмечает, что произошло это с политически минимальным перевесом варианта «за». Более того, голосование показало, что Молдова, как таковая, проголосовала против евроинтеграции, и в Европу ее тянут за уши зарубежные соотечественники, которые и так являются частью этой самой Европы, говорится в материале. BBC также отмечает, что результат, показанный Майей Санду и ее референдумом, сложно трактовать иначе, чем свидетельство слабости президента на внутриполитической арене, и призывает присмотреться к контр-кандидату Санду Александру Стоиногло, называя его новым, очень серьезным игроком. Издание Financial Times в своем материале приводит слова одного из западных чиновников, работающих в Кишиневе. Он назвал молдавский евро-референдум авантюрой, у которого не было плана Б на случай провала. Это высказывание цитирует российское издание «Агентство», выходящее за пределами России. Немецкая Deutsche Welle вышла с карикатурой, расценив итоги референдума о вступлении в Евросоюз как молдавский шпагат. Кавказское подразделение «Радио Свободная Европа» написало, что невнятное «да», которое Молдова сказала Евросоюзу 20 октября, и результат на грани, наверняка не останутся без внимания в Брюсселе. Противников расширения Европейского Союза за счет Молдовы в Содружестве и так хватает. Теперь же сложно ожидать, что отношение Кишинева с Брюсселем улучшится, а уже начатый переговорный процесс о членстве Молдовы в Евросоюзе ускорится. Британский еженедельник New Statesman назвал ситуацию с молдавским референдумом самой серьезной неудачей для Европейского Союза со времен Брексит. А агентство Reuters написало, что результаты плебисцита ослабили позицию Майи Санду перед вторым туром, учитывая, что она возглавляла процесс евроинтеграции в стране. Невысоко расценивают шансы на победу во втором туре Майи Санду и аналитики из американского аналитического центра Институт Куинси. В опубликованном ими материале говорится, что ошибка Санду заключается в игнорировании внутренних проблем, противопоставлении в ходе избирательной кампании выбора между Европой и Россией, и в том, что она позволила Молдове, цитата, «стать геостратегической пробиркой для западного влияния». А теперь во втором туре Майи Санду предстоит встретиться с объединенной группой оппозиционных партий, и ее шансы остаться на посту висят на волоске, считают американские аналитики. Они также отмечают, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн находилась в Кишиневе незадолго до голосования, призывая молдаван свободно выразить свой выбор. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте решил выразить свою обеспокоенность попытками России похитить европейское будущее Молдовы. Все эти заявления пронизаны идеей, что вступление Молдовы в Евросоюз стабилизирует восточную границу Европы и укрепит безопасность против России, но при этом игнорируются уроки истории. Те же аргументы использовались на Украине в 2014 году. Трансформация молдавских выборов в бессмысленную борьбу между Европой и Россией может превратить Молдову в новую версию Украины, гораздо меньшую и более уязвимую с экономической точки зрения, подчеркивают западные аналитики из американского аналитического центра «Институт Квинси». Операция по спасению Майя Санду была спланирована за два месяца до выборов. Таким образом, один из тех, кто мог участвовать в предполагаемой фальсификации выборов за рубежом, является директор агентства госуслуг Мирча Ешану. Об этом говорится в сообщении, появившемся в телеграм-канале с названием «Запрещенный». В то же время отмечается, что в страну прибыло несколько микроавтобусов, которые привезли запечатанные пакеты с избирательными бюллетенями, которые уже были проштампованы в пользу кандидата от ПАС Майя Санду и за вариант «Да» на референдуме. Прокомментировал эту тему лидер блока «Победа» Илон Шор. Он заявил, что без этих уловок Санду потерпела бы поражение на этих выборах. В сообщении в телеграм-канале говорится, что операция по спасению королевы была запланирована за два месяца до выборов. По указанию директора агентства государственных услуг Мирча Ешану и по инициативе заместителя директора службы информации и безопасности Сергея Друцца агентство госуслуг выдало 24 дипломатических паспорта техническо-административному персоналу, отобранным из сотрудников службы информации и безопасности. Таким образом, люди, получившие эти документы, пересекли государственную границу через таможенные пункты Леушены, Скулены и Костяшстынка в сторону Франции, Испании, Германии и Италии на нескольких микроавтобусах марки «Мерседес». Они перевозили опечатанные мешки с избирательными бюллетенями, которые уже были проштампованы в пользу кандидата от ПАСМА и Санду и с вариантом «Да» на референдуме. В сообщении также отмечается, что некоторые сотрудники, участвовавшие в операции, в настоящее время проживают за счет государства в отелях возле посольств. И подчеркивается, что с подробностями операции канал вернется позже, раскрывая имена и роли каждого члена преступной организации. Лидер блока «Победа» Илон Шор оставил комментарий к этому посту относительно предполагаемого мошеннического ввоза в страну избирательных бюллетеней в пользу Майи Санду и за референдум. Политик написал, что пошли разоблачения, а другого никто и не ожидал. О том, что будут вбросы, будут фальсификации, я говорил с самого начала. Очевидно, без этих махинаций Санду не сможет победить и результат референдума нарисовать, какой ей западные хозяева наказали. Кстати, любопытный факт про Ишану. У него большой опыт работы в проектах, финансируемых ЕС, Всемирным банком, Немецким госбанком, правительством Румынии. Это на случай, если еще есть сомнения по поводу того, в чьих интересах реализуется проект выборы в Молдове. Что ж, поздравляю, господин Ешану, проект провалился. Следующая строчка в вашей гладенькой биографии – тюрьма. Вместе с подельницей Санду, конечно, прокомментировал в Телеграм Илон Шор. Наш телеканал обратился к директору агентства государственных услуг, но Мерча Ешану отказался комментировать появившуюся информацию. Он поспешил повесить трубку, прежде чем выслушать полностью вопрос нашего репортера. Я не комментирую сплетни, извините. А вы не хотели бы хотя бы послушать, что там написано? Будете мне рассказывать сплетни по телефону? Нет, спасибо. Хорошего дня. Мы пытались получить реакцию у службы информации и безопасности, но ни заместитель главы СИБа Сергей Друцци, ни глава пресс-службы не ответили на наши телефонные звонки. По предварительным результатам, представленным Центризбиркомом, на президентских выборах 20 октября за кандидату от Пасмая Санду проголосовали 42,49% граждан. А на референдуме по внесению изменений в Конституцию с целью вступления в Евросоюз 50,38% избирателей проголосовали за, а против высказали 49,31% граждан, пришедших на выборы. Из 750,137 избирателей, сказавших Европейскому Союзу «да», 181,254 человека были представителями диаспоры. Каких-либо подтверждений достоверности появившейся информации на данный момент нет. Центризбирком отклонил все аргументы представителей ПКРМ, которые во вторник потребовали от комиссии пересчета голосов, а также аннулирования результатов выборов на тех участках, где были выявлены нарушения. На их обращение ЦИК ответил, что отвергает обвинение ПКРМ в фальсификациях на референдуме, так как нет достаточных доказательств. ПКРМ с этим выводом не согласны и считают, что привели достаточно аргументов. В правильной избирательной комиссии нечего об этом сказать. Они даже не подняли этот вопрос на рассмотрение. Они его просто обошли стороной и приняли решение. Именно, как и во многих других случаях, отказал нам в недостаточности. Не рассмотрел по существу. И вот эти аргументы, которые в том числе озвучивают граждане Республики Молдова, не были учтены. Людям не дают задавать вопросы. Разговаривают только они, задают вопросы только они. И все, что мы предоставили, это ничего не считается. Я не могу понять тогда, зачем нужны люди, наблюдатели, если их показания и их нарушения не берутся, вообще не берутся в инкауку. Напомним, что партия коммунистов Республики Молдова подала жалобу в Центральную избирательную комиссию, указав на серьезные нарушения, зафиксированные на зарубежных избирательных участках в ходе выборов. В числе основных претензий – организованная транспортировка избирателей, агитация в день голосования, отказ в регистрации наблюдателей и подозрение в фальсификации. Глава генинспектората полиции Виорел Чернаусану сегодня объявила о новых результатах в расследовании массового подкупа избирателей, о котором говорят представители ПАС и Майя Санду. Назывались внушительные суммы, якобы используемые некими криминальными группировками для влияния на результаты выборов. Однако молдавская полиция не смогла доказать, в пользу какого кандидата на президентских выборах имел место предполагаемый подкуп. По крайней мере, это дал понять глава ГИБ, Виорел Чернаусану. Предполагаемые в причастности к схеме лица были выявлены не по акту взятки, а по приложениям, установленным в мобильных телефонах. Также заявляют полиции. По данным полиции, с апреля по октябрь более 130 тысяч граждан получили денежные переводы из России на общую сумму 38 миллионов долларов с целью электоральной коррупции. При этом задокументировано лишь 500 случаев. В результате обысков изъято около 175 тысяч леев, которые не дошли до более чем 330 человек. На 72 часа задержан только один человек, который выполнял роль координатора в подкупе избирателей. На вопрос, знает ли полиция в пользу какого кандидата избирателям платили и призывали голосовать, Виорел Чернаусану не смог дать конкретного ответа, отметив лишь важность не допустить коррупцию. Правоохранительным органам важно установить форму коррупции. Самое главное – выявить коррупцию и задокументировать ее, а также не допустить этот процесс. Что касается того или иного кандидата, то это будет выявлено в рамках других процессов, в том числе в ходе уголовного преследования. Ранее Чернаусану заявлял, что как минимум трое кандидатов на президентских выборах связаны с организованной преступной группировкой и обещал направить в Центр избирком об этом информацию, чтобы их исключили из избирательного процесса. На вопрос корреспондента Пятого канала завершено ли это дело, представлены ли доказательства в ЦИК, который не исключил ни одного конкурента, Чернаусану сообщил, что направил в комиссию лишь наблюдения, основанные на подозрениях. Он также подчеркнул, что исключение кандидатов из избирательной гонки не входит в компетенцию полиции. На том этапе я говорил о результатах расследования уголовного дела, что и произошло. Я направил в ЦИК обращения с выводами полиции, которые можно было направить, учитывая, что это материалы из уголовного расследования. При необходимости они могут включать выдержки из процессов уголовного расследования и передаваться в ЦИК. Что касается исключения, полиция не может требовать исключения кандидата. Полиция еще раз, повторяю, констатирует и сигнализирует в компетентные органы, а те выносят решение в соответствии со своими полномочиями. Напомним, что еще весной полиция заявила, что пенсионеры и малообеспеченные семьи, получающие финансовую помощь из России через банковскую карту МИР, могут считаться преступниками и участниками незаконного финансирования. Однако сейчас вся эта помощь квалифицируется как коррупционные действия по подкупу голосов. При этом веских доказательств о поддержке какого-либо кандидата так и не представлено. Кроме того, ни по одному случаю полиция не представила доказательств того, что деньги, полученные в качестве помощи пенсионерам от лидера Блока Победы Илона Шора, незаконного происхождения или что они якобы предназначены для покупки голосов. Ранее лидер политического Блока Победы Илон Шор заверил, что все деньги, которые доходят до граждан, имеют законное происхождение. При этом он отметил, что возглавляемые им политформирования действуют согласно закону, а его членами являются сотрудники некоммерческой организации «Евразия» с официальными трудовыми договорами и прозрачными выплатами. Шор призвал население не дать себя обмануть и запугать действующей власти. Политик также отреагировал на обнародованные полиции схемы, назвав их жалкими и лживыми с заниженными цифрами. И депутат Марина Таубер заявила, что выдвинутые против членов Блока Победы обвинения в коррупции избирателей не обоснованы, подчеркнув, что у формирования нет кандидата на президентских выборах. Пенсионеры и другие представители социально незащищенных категорий населения, которые получали эти надбавки, считают это важной для себя поддержкой в условиях, когда государство им такую помощь оказать не в состоянии. Создатели Центра по борьбе с дезинформацией дезинформируют. Депутат ПАС Анна Раку в соцсетях пугает молдаван, живущих за границей, тем, что они не смогут вернуться на родину. А ее коллега Радумарен сообщает о том, что оставшиеся в стране граждане не смогут свободно передвигаться по европейским государствам, если Майя Санду проиграет. Депутаты от ПАС, создавшие Центр по противодействию дезинформации, сами же распространяют ложь. Парламентарий, отправящий партии действий и солидарность Анна Раку в своих публикациях в социальной сети пугает граждан Молдовы, проживающих за рубежом, тем, что они не смогут вернуться на родину. Дорогие наши молдаване, которые в поте лица трудятся за границей и которые инвестировали в квартиру или дом в Молдове, подумайте о том, что однажды могут закрыться границы, и вы не сможете ни вернуться в свой дом, ни увидеть родителей или прийти с цветами на их могилы. В комментарии под этим постом Анны Раку одна из пользователей написала, что не слышала подобных страшилок со времен Воронина и задала депутату от ПАС вопрос, от кого она призывает спасти Молдову? От нынешней власти? В другом комментарии говорится о разочаровании и заявлении Мираку не только преувеличенными, но и манипулятивными. Выступать публично с подобными утверждениями, чтобы повлиять на общественное мнение недопустимо и недостойно депутата, написала другая женщина. Есть хоть одно государство с закрытыми границами? Что за страшилки вы распространяете? Вам не стыдно? Спросил Анну Раку другой пользователь. Перестаньте вешать свою лапшу. Депутат должен заниматься своим делом, а не сидеть в интернете и писать глупости. Продолжила еще одна женщина. И депутат ПАС Раду Мариан, похоже, оперирует фейками. По его словам, в случае победы Александра Стоеногла, республика Молдова снова станет непривлекательной, и финансирование со стороны Запада и Евросоюза существенно сократится. И мы останемся со школами, больницами, дорогами, отремонтированными за счет ограниченного госбюджета. Есть риск сокращения количества рейсов и подорожания билетов, отсюда и меньше возможностей путешествовать. Есть риск того, что свободное передвижение наших граждан в европейские страны находится под угрозой, а наиболее способные молодые люди уедут из страны. Мы рискуем, что европейский рынок для нашей продукции резко сократится и нам некуда будет экспортировать. Люди, способные внести свой вклад в развитие страны, медленно, но твердо переориентируются на другие страны, предлагающие перспективы для их детей. Те, кто задумывался о возвращении, непременно откажутся от этой идеи. На фоне такого исхода в стране может не остаться достаточного количества людей, чтобы математически сохранить демократию и суверенитет, написал депутат правящей партии Раду Мариан. На вопрос Пятого канала «Зачем ей и другим создателям Центра по борьбе с дезинформацией распространять ложь» депутат ПАС Анна Раку ответила, что не занимается этим, а лишь высказала предположение. «Исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Петру Маковей, запустивший с рядом НПО кампанию по предотвращению ложной и тенденциозной информации СтопФалс, отказался от комментария после того, как наш корреспондент предупредил его, что разговор записывается. У него мы хотели спросить, принадлежат ли эти заявления депутатам правящей партии. Также за реакцией по этому поводу мы обратились в Центр по противодействию дезинформации, чтобы выяснить, не квалифицируют ли там слова Раку, как лживые. Если да, то какие меры может принять Центр для пресечения распространения фейков со стороны депутатов от ПАС. Но директор этой структуры Анна Ревенко попросила перезвонить позже, а затем и вовсе не ответила на звонок». Результат выборов 20 октября – это оценка, которую граждане выставили нынешней власти. Такое мнение высказал фермер Серджио Стефанко, комментируя результаты голосования. По его словам, Санду и ее команда несут ответственность за то, что значительная часть молдаван голосует против нее. Аграрий также заявил, что Санду использовала фермеров в предвыборной кампании в 2020 году. В своем видеообращении в Фейсбуке фермер Серджио Стефанко, один из самых активных защитников интересов агропроизводителей, прокомментировал результаты конституционного референдума и первого тура выборов президента. По его словам, эти результаты представляют собой оценку, выставленную гражданами нынешней власти. Вы видели самую главную оценку, выставленную 20 октября? Вы видели, что молдаване не такие уж забывчивые? Я посмотрел комментарии в социальных сетях, как комментируют сторонники этой власти. Увидел в комментариях написано. Путинисты, русофилы, шаристы, недоумки, купленные за макароны. Один недоумок. 100, 1000, а 600 тысяч, более 600 тысяч голосов сказали «нет» на референдуме. Госпожа Майя Санду, за вас проголосовали более миллиона граждан в 2020 году. Вы на конференции пожаловались, что воры опять хотят прийти во власть. Госпожа Майя, главная ответственность лежит на вас. Вы ответственны вместе со своей командой во власти за то, что довели народ до того, чтобы люди голосовали против вас и против режима, который вы создали. Не все в этой стране купленные, не все недоумки. Или 600 тысяч дураки. А вы умные, да? Такое к нам отношение. Если у нас другое мнение, к нам так относятся. Вместе с тем фермер потребовал от властей перестать пугать молдавских граждан русскими, которые решают собственные проблемы. И начать заниматься тем, чем они обязаны. Решать трудности в нашей стране, которые возникли из-за режима Санду. Кто бы ни пришел к управлению страной, никто не пойдет с русскими или непонятно с кем. Русские уже увязли там, у украинцев. Не придут русские сюда. И хватит ими пугать. Русские, русские и так далее. Нет сейчас сумасшедших брать в руки оружие. Неважно, кто придет в управление страной. Главный посыл, который общество должно адресовать власти, независимо от политической окраски, такой. Не справился за 4 года, получи оценку. Так и должно быть. И следующий, кто придет, должен знать. Если не сделает то, что должен, получит по заслугам. Стефанко напомнил Майе Санду, что в компании 2020 года она использовала фермеров в свою пользу, выступая с пустыми обещаниями. Госпожа Майя, вспомните. В 2020 году я лично присутствовал на встрече с вами между первым и вторым турами. И после вашей победы во втором туре тоже состоялась встреча с вами. Что вы обещали? Вспомните. Поэтому вы и не хотели никогда говорить с нами публично. Вот почему я никогда не соглашался беседовать с вами за закрытыми дверями. Потому что вы использовали людей. Также Серджио Стефанко высказал мнение, что в последующие две недели перед вторым туром желтый режим будет самым активным образом использовать все административные ресурсы, чтобы добиться победы. Число граждан, теоретически составляющих населения одного села, повлияли на судьбу всей Молдовы. Речь идет об 11 тысячах представителей диаспоры, чьи голоса стали решающими на евро-референдуме 20 октября. Хотя в самой Молдове большинство избирателей проголосовали против. Съемочная группа Пятого канала нашла населенный пункт, в котором когда-то проживало около 11 тысяч жителей. То есть именно столько, сколько повлияло на результаты нынешнего всенародного плебисцита. Мы находимся в селе Карпинене Ханчешского района, которое когда-то было одним из крупнейших в стране, и где когда-то проживало около 11 тысяч жителей. Примерно столько же граждан на нынешних выборах решили судьбу остальных почти 2 миллионов 600 тысяч избирателей. Эти 11 тысяч человек в разные годы покинули родину, пополнив ряды диаспоры. Как говорили когда-то, Ленин умер, но дело его живет. Так и сейчас люди уехали, а их голоса имеют значение. Один, два, три здесь никого. Отсюда трое уехало, и справа один. Четверо? Четверо. Давно уехали? Давно. Там они обосновались. Домой часто приезжают? Редко, очень редко. Раз в три-четыре года, может чаще. Видите, тут все заброшено. А из села много уехало? Много, потому что село у нас большое, и многие уехали. На улице имени Штефана воды этого населенного пункта четыре семьи давно уже покинули Молдову. Обосновались в Греции, Италии, Соединенных Штатах и назад возвращаться не собираются. Вместе с тем, они выбирали, как лучше жить соседям, оставшимся дома. Владельцы этого дома уже более 30 лет живут за границей. Их дом давно уже там. А дом в Карпененах, как видите, ветшает, разрушается и зарастает травой. Соседи говорят, что хозяева редко приезжают домой, ненадолго, и не видят своего будущего здесь. Ни с Европой, ни без. Они уехали или в Грецию, или в Италию с 1979 года. Пока они не приехали продавать дом, вы часто их тут видели? Они иногда приезжали. Что вы думаете о том, что люди из диаспоры, которые давно уже там, обосновались, на выборах решают за вас? У них не должно быть права голосовать. Да и за что им голосовать, если они не знают, что здесь происходит? Если я живу дома, какое сосед имеет право мной управлять, правильно? Сосед, который не жил здесь десятилетия. Этого соседа нет в живых. У этой женщины умер муж, и она уехала в Америку. Семья, которая долго здесь проживала, не появлялась дома уже больше 10 лет. Хозяин умер, а жена забрала дочерей и уехала. Соседи говорят, что они теперь живут в Греции. И вероятность того, что они когда-нибудь вернутся в родительский дом, равна нулю. Но даже если их больше ничего не связывает со страной, эти люди вполне могут оказаться среди избирателей, которые идут на выборы и решают, как жить тем, кто остался в Молдове. И это ненормально, говорят сельчане. Когда они уехали? Давно уже. Давно это сколько? Где-то лет 10 должно быть. Они все там, и семья, и дети. Ее муж умер, и женщина уехала. Она часто приезжает домой? Нет. Как вы считаете, это нормально, что люди, которые десятилетиями не приезжают в Молдову и давно уже обосновались за границей, решают вашу судьбу? Нет, это ненормально. Аналогичная ситуация наблюдается и на улице Лопушница. Здесь почти не осталось жителей. Дома заброшены уже много лет. Некоторые из их владельцев так никогда сюда и не возвращались после того, как уехали. Тем не менее, они тоже могут решать судьбу покинутой ими страны. Много людей уехало за границу? Большинство. А у вас тут сколько домов остались заброшенными и люди уехали? Начиная отсюда где-то около 10. И они уехали за рубеж уже много лет? Много. Часто приезжают домой? Вообще не приезжают. Купили себе жилье где-то в Италии, Москве и не возвращаются. Знаю, что раньше у вас в селе было много жителей. Раньше тут по дороге можно было встретить по 50 человек, а сейчас идешь до конца села, возвращаешься обратно и ни одного не встретишь. Напомним, что согласно предварительным данным Центра избиркома, за изменение Конституции с целью вступления в Евросоюз проголосовали 50,38% избирателей против 49,62%. Причем, если в самой Молдове большинство проголосовало нет, то в диаспоре 77% проголосовавших сказали «да» изменению Конституции. 23% были против. Почти 10 миллионов леев. Именно во столько по официальным данным оценивается предвыборная компания Майя Санду в первом туре. По расходам на агитацию избирателей действующая глава государства намного превосходит своих конкурентов. К такому выводу пришли эксперты компании iData на основе информации ЦИК. И это не считая задействования административного ресурса, на что обращали внимание не только некоторые из претендентов на президентское кресло, но и независимые наблюдатели. Баллотирующаяся на второй президентский срок Майя Санду потратила на свою предвыборную компанию почти 10 миллионов леев. Согласно данным, представленным социологической компанией iData со ссылкой на ЦИК, показатель кандидата правящей партии «Действия и солидарность» намного превышает расходы других претендентов. Занявший второе место по затратам лидер политформирования нашей партии Рената Усатый выделил на агитацию свыше 6 миллионов 233 тысяч леев. Третий в этом списке кандидат от ПСРМ Александр Стейногла – более 4 миллионов 665 тысяч леев. Далее следует Ирина Влаг – 2 миллиона 770 тысяч леев, Василий Тарлев – 2 миллиона 394 тысяч леев и Наталья Марарь – 1 миллион 809 тысяч леев. Менее 1 миллиона потратили на предвыборную компанию ION KIKU – 911 тысяч, Андрей Настаси – 910 тысяч, Виктория Фортуны – 885 тысяч и Тудор Ульяновский – 523 тысяч леев. Меньше всех потратил на компанию Octavian ЦИКУ – 293 тысяч леев. Между тем, по утверждению Рената Усатого, действующая глава государства использовала и другие средства для участия в плебисците. По данным политика, на компанию по организации референдума и поддержку кандидата Майя Санду за последние 6 месяцев было потрачено более 90 миллионов евро из европейских фонтов. Усатый сообщил, что это было сделано через директора фонда Конрада Аденаура Мартина Зига, а деньги в том числе предназначались для провластных НПО и телеканалов. Представители предвыборного штаба Санду и сама президентка это заявление пока никак не прокомментировали. В то же время и другие политические оппоненты Майя Санду говорили о том, что для продвижения ее кандидатуры задействованы административные ресурсы и есть факты вмешательства из-за границы. Среди наиболее вопиющих нарушений выделяли агитацию, которую проводили министры и депутаты ПАС с использованием денег налогоплательщиков вместо того, чтобы выполнять свою работу. Указывали на это и независимые наблюдатели. В промежуточном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ в Кишиневе отмечается, что президент Молдовы Майя Санду имела привилегированное положение в СМИ, а также использовала административный ресурс в ходе избирательной кампании. В документе также обращалось внимание на то, что именно совмещение референдума у вступления в ЕС с выборами президента в Молдове открыло путь к злоупотреблениям, которыми власть не упустила возможность воспользоваться. Айдата сообщает со ссылкой на данный ЦИК, что исходя из результатов первого тура президентских выборов, наибольшую сумму средств на один голос потратила независимый кандидат Наталья Марарь – 192 лея. На втором месте Андрей Анастасий – 92 лея. На третьем – Тудор Ульиновский – 66 леев. На следующих позициях Василий Тарлев – 49 леев. Ирина Влах – 33 лея. Рената Усатый и Он Кику – по 29 леев. Октавиан Цику – 20 леев. Замыкает список Майя Санду – 15 леев. Виктория Фортуна – 13 леев. И Александр Стояногла – 12 леев. Штабы двух кандидатов на должность президента Республики Молдова, прошедших во второй тур выборов Майя Санду и Александра Стояногла, согласовали регламент организации предвыборных дебатов на воскресенье 27 октября. Они начнутся во Дворце Республики в 10 утра и будут транслироваться в прямом эфире на общественном телеканале, а также другими СМИ. Обе команды также разработали свод правил. Формат дебатов предусматривает их проведение без модератора. Кандидаты могут задавать вопросы и отвечать на румынском или русском языках. Каждого могут сопровождать пять членов команды, операторы и фотограф. Разжигание ненависти, агрессия или любые сообщения, угрожающие конституционному режиму, запрещены. Порядок выступлений будет определен путем жеребьевки перед началом дебатов. На пасовских активистов Марина Антони и Раду Дудковича, которые опубликовали ксенофобские сообщения в общественном пространстве, были составлены протоколы. Об этом заявил глава генинспектора полиции Верел Черноусану, который отметил, что эти двое будут наказаны как за проступок, хотя в таких случаях должна применяться статья Уголовного кодекса. Активисты призывали граждан не голосовать за кандидата Александра Стоинола, которого поддерживают социалисты, на том основании, что он гагаус. Их призывы были сделаны в оскорбительной и злобной манере. По просьбе репортера Пятого канала указать, в соответствии с какой статьей будут наказаны ярые активисты, Верел Черноусану не упустил и на этот раз возможности напасть на журналиста нашего телеканала, выразив обеспокоенность заданным вопросом. Мне очень жаль, что пока я говорил, вы читали сообщения и повторяли их, и ничего не запомнили. Господин Черноусану, вы тоже читаете с листа пресс-релиз, вам не нужно рассказывать мне, как мне задавать вопросы. Позвольте мне ответить на вопрос. Я делаю заметки, все вопросы, конечно, скоординированы, я задаю вам вопрос. Чтобы вы не чувствовали дискриминации, я повторю вам еще раз, что я говорил пять минут назад, эти люди были задокументированы и был составлен иск о правонарушении. Сколько именно людей было задокументировано? Были задокументированы два человека. Мы сказали, что два протокола были составлены на основании статьи 70 пункта 1. Согласно последним изменениям в Кодексе о правонарушениях, подстрекательство к дискриминации наказывается штрафом в размере от 1000 до 4000 леев в случае физических лиц. И от 6000 леев до 10500 леев для ответственных лиц. Согласно Уголовному кодексу, продвижение фашистских, российских или ксенофобских идеологий карается штрафом в размере от 25 тысяч до 50 тысяч леев. От 180 до 240 часов неоплачиваемых работ или от 3 до 5 лет лишения свободы. Напомним, что глава геноспектората не первый раз атакует наших журналистов, указывая им, какие вопросы и как задавать. Редакция пятого канала с удивлением отмечает столь высокий интерес к нашей профессиональной работе и подчеркивает, что мы с ней справляемся. О чем свидетельствует популярность телеканала у зрителей, несмотря на все попытки власти воспрепятствовать нашей работе. ЦИК не берет на себя ответственность за ненавистнические высказывания в адрес контркандидата Майсанду Александра Стоиногла от активистов ПАС. Об этом пятому каналу заявил заместитель председателя ЦИК Павел Постика. По его словам, за это отвечают правоохранительные органы. Любые дискриминационные заявления в отношении любого человека, в том числе кандидата, они не должны быть допущены. И если они допущены, они не соответствуют нормам избирательного законодательства. Значит, коллеги из генерального инспектората полиции должны документировать эти случаи и принимать соответствующие решения. В отношении каждого человека, который позволил себе дискриминационные заявления. Напомним, что сразу после объявления результатов президентских выборов представители и активисты ПАС начали сыпать оскорблениями в адрес контркандидата Майсанду. Даже допускали дискриминационные высказывания по этническому признаку. Более того, сторонники ПАС выступают с речами, разжигающими ненависть и раскол. Они часто участвуют в акциях протеста, организованных другими политическими партиями, словесно атакуют демонстрантов, оскорбляют их и выдвигают необоснованные обвинения, часто под пристальным наблюдением не вмешивающейся при этом полиции. После давления со стороны общества и после того, как несколько политиков публично осудили ксенофобские высказывания, направленные активистами ПАС в адрес Александра Стоиногла, Майсанду выступила с заявлением. Однако она не стала напрямую просить своих придворных пропагандистов прекращать нападки и разжигание межнациональной розни. Она писала послание, полное любви к Молдове и, среди прочего, упомянула, что люди не должны разделяться по этническим группам и что не стоит осуждать тех, кто проголосовал иначе. В четвертый раз каменный крест на перекрестке столичных улиц Михаила Садовяну и Олегу Русо в секторе Чеканы был осквернен. Вандалы облили крест красной краской. Они так и не были задержаны. Отметим, что в последние месяцы вандалы рисовали на кресте фашистские символы и антисемитские надписи. Первый инцидент произошел в начале сентября. Крест тогда был восстановлен с помощью местных жителей. Позже ситуация повторилась. Неизвестные снова осквернили крест запрещенными символами. Сотрудники притуры сектора Чеканы вмешались и устранили следы вандализма. Ранее представители пресс-службы премарии Кишинева в ответ на наш запрос сообщили, что в этом районе будут установлены камеры наблюдения, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. В этом контексте Алексей Петрович, руководитель Комитета Победы, отметил цитата «Закрытие глаз на осквернение памятников советским солдатам, в случае которых мы фиксируем 5-6 раз в год, а также поощрение деятельности различных организаций, прославляющих нацистских преступников, позволяют тем, кто сегодня оскверняет святые места, усиливать напряженность в обществе. Это явная провокация и очевидная попытка повысить уровень напряженности в обществе. В соответствии с законом, акты вандализма должны наказываться штрафом до 950 условных единиц, общественными работами до 240 часов или лишением свободы на срок до двух лет». Протест железнодорожников, запланированный на 25 октября перед парламентом, был отложен. Это связано с тем, что сегодня было достигнуто соглашение с правительством относительно выплаты всех задолженностей по зарплатам. Об этом сообщил нашему телеканалу председатель профсоюзного комитета железнодорожников в Бессарабке Николай Николаев. Он также отметил, что если власти не выполнят свои обещания, железнодорожники выйдут на протест. А сами работники ЖД признают, что такой щедрости властей они обязаны исключительно предвыборной кампании. Как известно, железнодорожники объявили о намерении провести общенациональную акцию протеста 25 октября еще перед первым туром выборов. И вот вчера, за два дня до протеста, стало известно, что правительство начало выплачивать задолженности железнодорожникам по зарплатам за май. Профсоюзы приняли решение отложить протестную акцию на время. И хотя железнодорожники сравнили жест правительства с успокоительным перед вторым туром выборов, уровень готовности к проведению протестов остается высоким. Акции протеста на завтра приостановлены. Сегодня как бы в правительстве были наши представители и правительство выделяет денежные средства для выдачи задолженности заработной плате. Акция приостановлена до того момента, до того дня, если вдруг со стороны правительства будет что-то не соответствовать тому договорному условию, который сегодня они там приняли. Николай Николаев заявил, что железнодорожники ждут выплат всех задолженностей по зарплатам. Вчера и сегодня утром передали всем филиалам дороги указание о том, чтобы представили, есть такой порядок, заявку в управление дороги для того, чтобы дорога уже пересчитала эти деньги. И такой факт уже есть, что это такой обычай. Начинаются лукницы, бельцы и идутся до Джуджу-Леш. Посмотрим, наше предприятие находится в Бессарабской. Посмотрим, когда нам на заявку была еще вчера больше обеда представлена. Если слова совпадают с делами, то как бы все равно полностью с поездки дня не снимаем, потому что задолженность 6 месяцев заставляет. Но будем как бы по ходу дела ориентироваться. И если что-то такое не будет выполняться со стороны правительства, то мы в любой момент можем акцию протеста провести. Новость о выплате зарплат за май быстро стала вирусной в группе железнодорожники Молдовы в социальной сети Facebook. Люди не без сарказма поздравляли друг друга с зарплатой, а заодно со всеми прошедшими праздниками, которые железнодорожники не смогли отметить, ибо сидели без денег. Поздравляю с 1 мая, с 9 мая, с Пасхой. Надеюсь, не только нам так повезло отметить все эти праздники в октябре. Стоит отметить, что во второй половине дня, 24 октября, железнодорожникам начали выплачивать зарплату за июнь. Ура! Наконец-то лето! Получили зарплату за июнь, Кишиневское депо. Конечно, сама не поверила, но есть вторая зарплата, ДС Окница. Впрочем, скептицизм по поводу выплаты оставшихся долгов по зарплатам остался. Круто! Поздравляем! Смотрю, тоже кинули одну зарплату, чтобы не наводить шума перед выборами. А дальше что? Дырка от бублика. Зря отменили митинг. Работники сами не могут выйти на митинги и выстаивать свои права. Напомним, зарплата за апрель была выплачена на железной дороге Молдовы только в сентябре. В июле этого года сумма долга превысила 70 миллионов леев. Тогда председатель Федерации профсоюзов железнодорожников Ион Запорожан заявлял, что для активной работы предприятия требуется большая поддержка со стороны государства. Отметим свои финансовые проблемы. Предприятие железной дороги Молдовы попыталось решить путем оптимизации персонала, что привело к сокращению сотрудников ЖДМ с 10 тысяч до 5 тысяч 600. Очередное подорожание. Стоимость подсолнечного масла вскоре может вырасти. По крайней мере, об этом заявляет Александр Бедреу, исполнительный директор Ассоциации форса Фермиерилур, который отмечает, что в этом году подсолнечника собрали гораздо меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства Василий Шарбан подтверждает опасения по поводу возможного роста цен, подчеркивая, что 1 килограмм семян подсолнечника подорожал более чем на 2 лея. Александр Бедреу, исполнительный директор Ассоциации форса Фермиерилур, объясняет вероятный рост цен на подсолнечное масло летней засухой, как в стране, так и в регионе. Существует риск повышения цен на подсолнечное масло. Причина в том, что в первую очередь у семян подсолнечника на региональном уровне в Европе объемы гораздо ниже, чем в предыдущие годы. Подсолнечное масло является важным сырьем для пищевой промышленности во всем мире. Сейчас идет борьба за это сырье, и как прямое следствие цена, безусловно, вырастет. Тот факт, что низкий урожай привел к росту цен, подтверждает и Василий Шарбан, госсекретарь Министерства сельского хозяйства. По его словам, в прошлом году килограмм семян подсолнечника стоил ниже 7 леев, а сейчас больше 9 леев. Когда цена на сырье растет, конечно, растет и себестоимость любого продукта, в нашем случае подсолнечного масла. Если мы купим подсолнечник за 9 леев 15 банов, произведем из него масло, из 3 килограммов семян получится 1 литр масла. И здесь мы можем напрямую рассчитать урожайность. Потом уже идут другие расходы – транспорт, логистика, персонал, налоги, прочая логистика, как добраться до магазина, бутылки, разлив – все это складывается. Граждане обеспокоены возможным подорожанием. Пожилые люди признаются, что они и так еле сводят концы с концами, денег хватает лишь на самое необходимое. А некоторые говорят, что даже при нынешних ценах не могут себе позволить покупку подсолнечного масла. Я очень сильно люблю подсолнечное масло, использую ее, но не хочется, чтобы повысились цены. По крайней мере, у меня пенсия 1400 леев. Это разве куда годится это все? Я не использую подсолнечное масло, потому что подсолнечное масло очень для меня дорого. Я покупаю на рынке, как называется, жир вот этот, топлю и вот этим пользуюсь, потому что это дешевше обходится. Вообще, поднятие цен, в принципе, неприемлемо на данный момент, потому что зарплаты остались на прежнем уровне, пособия остались на прежнем уровне. И как бы говорить о поднятии цен, я считаю, что это абсолютно сейчас неправильно. Естественно, зарплата стоит на месте, пенсия тоже растет не очень сильно, а все остальное растет как в прежьях. Мы связались с крупнейшей фабрикой по производству подсолнечного масла в стране, компанией Transoil, чтобы узнать, не планируется ли повышение цен. Однако представители компании ответили, что не могут предоставить подробную информацию и попросили отправить официальный запрос по электронной почте. По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, в этом году от засухи пострадало около 347 тысяч гектаров сельхозкультур. Из них 130 тысяч гектаров подсолнечника, 136 тысяч гектаров кукурузы и 41 тысяча гектаров пшеницы. Денис Кириак, 23-летний молодой человек из Флорешт, который 5 лет назад оказался прикованным к инвалидной коляске после несчастного случая на турнире по борьбе, нуждается в помощи для реабилитации. Его тетя, которая о нем заботится, рассказывает, что молдавские врачи были скептически настроены относительно шансов на восстановление. Но после многочисленных обращений в зарубежные клиники, медики из Турции дали надежду. Однако лечение дорогостоящее. Требуется около 11 тысяч евро, которых у семьи нет. Более подробную информацию об этом случае смотрите в передаче «На грани существования» на каналах «Примулан Молдова» и «Мега-ТВ». До недавнего времени семья Кириак потеряла всякую надежду увидеть Дениса на ногах. Судьба словно вынесла суровый приговор, оставив его в инвалидной коляске. Но сегодня семья верит, что у Дениса есть шансы на реабилитацию. Я обратилась в клинику в Турции. Может, как-то через эти процедуры ему станет легче, чтобы он мог делать упражнения. Легче даты. Загдонни. Иногда я говорю, Боже, если у тебя осталась хоть капля здоровья, отдай ее ему. Отдай мне или дай мне поменяться с ним местами. Хоть как-то, ведь он молодой и заслуживает другой жизни. Почему он? Напомним, что трагический несчастный случай, в результате которого Денис оказался прикованным к постели, произошел пять лет назад. Тогда он участвовал в районном турнире по борьбе Трынта во Флорештах. Добрадашек и Ромаи. Так получилось, что парень, с которым я боролся, был тяжелее. Когда я попытался провести прием, упал на шею, а он сверху на меня. С тех пор, как я упал, у меня все потемнело в глазах. Словно ток прошел от шеи до ног. И в тот момент я понял, что не могу двигаться. Хотя врачи всегда были сдержаны относительно шансов поставить его на ноги, Денис никогда не переставал верить и надеяться. Я не сдался, но уже принял все как есть, стараясь не думать об этом. За улыбкой и оптимизмом Дениса скрываются серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас он не может делать упражнения на этом аппарате. Раньше он наклонялся из коляски, но сейчас он не сгибается, не может этого делать. Денис и его тетя живут на 6800 леев в месяц. Это включает пенсию по инвалидности Дениса в размере 2000 леев и зарплату тети, как личного помощника в размере 4800 леев. Не хватает, потому что лекарства очень дорогие. Он на катетере, и эти катетеры нужно менять каждые 2-3 дня, чтобы не было инфекции. Еще витамины, перевязки и так далее. Я расшакрою витамины, емпансамент, что-то шамедепарти. Все, кто хочет помочь Денису, могут позвонить по телефону 06-89-47-217 или перевести деньги на банковский счет, указанный на экране. Молдавская осень радует хорошей погодой, но холода не за горами. О том, что на календаре конец октября, свидетельствует температура в ночные часы. Иногда столбик термометра опускается до нуля, минус 1 градуса. Жители Кишинева, с которыми мы пообщались, рассказали, что готовы одеваться теплее и кутаться в несколько одеял по ночам, лишь бы отсрочить отопительный сезон. Людей пугают платежки за тепло, которое придется оплачивать в ближайшие как минимум 5 месяцев. Некоторые горожане признаются, что отопление для них стало непозволительной роскошью. С 15 октября в Кишиневе официально стартовал отопительный сезон. К теплу стали подключать детские сады, больницы и госучреждения. И хотя в ночное время столбики термометров в эти дни опускаются до отметки в 0 и даже минус 1-2 градуса, многие горожане называют тепло непозволительной роскошью. Отопительный сезон, которого раньше некоторые с приходом осени ждали с нетерпением, теперь стал периодом головной боли, когда боишься суммы, которая будет указана в платежке за отопление. На коммунальные уходят. Я молю Бога, чтобы не включили отопление. Чтобы не включили. Мне холодно. Я оденусь, но хотя бы, чтобы не включили сейчас. Я не знаю, что им платить. Я думаю, что очень неуютно. Неуютно. Но я думаю, что пенсионеры, у которых маленькие доходы, все же за то, чтобы включили как можно позже. У нас нет отопления. И нет надобности. Температура хорошая. Все это стоит денег и в нынешнее время очень больших. Нет. С этими ценами, я думаю, что надо тянуть. Вот пока не будет конкретно, как они говорили, 8 градусов ночью и 8 днем, 3 дня. Ну, это мы. Может быть, у кого маленькие дети, у кого старики. Может быть, им, конечно, надо. Но нам, конечно, хотелось бы. Но просто какие цены и какие придут счета в конце месяца, конечно, мы терпим. Ну, теплые носки, теплые штаны, футболка, свитер и как-то так. Люди признаются, что приходится приспосабливаться к условиям холодных ночей. Одеваются теплее, укутываются несколькими одеялами, обогреваются грелками и каминами. Конечно, холод. Тем более только в возрасте. А сколько вам лет? О, за 80. Одеяло только. Уже используете зимнее одеяло, да? Конечно. Одно или несколько? Одно пока. Теплый плед. Раз. Укрылась, оделась и все. И больше мне ничего не надо. Ну, ничего, одевается. Спит под одеялом. Теплые пижамы. Ну, пока еще терпимо. Мне хорошо. А вот у меня внучки есть, и они камин ставят вечером. Мы обратились в администрацию термоэлектрики, чтобы выяснить, какова ситуация с подключением столичного жилого фонда. Однако на момент подготовки материала на наши звонки так никто и не ответил. На странице предприятия отмечалось, что по состоянию на 23 октября в Кишиневе к теплу было подключено 306 зданий. Из них 129 учреждений дошкольного образования, 29 школ и лицеев, 13 вузов, 30 медицинских учреждений, 241 жилой дом и 36 частных домов, а также 129 экономических агентов. И что для подачи тепла администраторы местного жилого фонда обязаны представить все подготовленные к отопительному сезону документы. По данным Термокома, на 22 октября 199 менеджеров ЖКХ не подписали договоры о поставке тепла. А в 23 ассоциациях, управляющих 1546 квартирами, проблема еще более острая, так как там не назначен администратор. На этом вечерний выпуск новостей завершен. В студии работала Ирина Варсан. Следить за нашим эфиром можно на сайте Пятого канала, а также на наших страницах в соцсетях, в Телеграм и на Ютюбе. Добрых новостей и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин